Победителям народного голосования вручили сертификаты на установку детских площадок в рамках проекта «Город для жизни». Новые объекты благоустройства появятся в 50 дворах Петропавловска летом следующего года. Сбор заявок проходил на портале «Камчатка в порядке». 13 сентября, в день выборов губернатора, территории победителей были определены. Так как детская площадка по улице Чубарова, 5,3, очень актуальна, там, естественно, жители активно голосовали, и мы, собственно, вошли в топ-50. Мы очень этому рады. Будем ждать реализации этого проекта, чтобы наши маленькие представители бегали там, играли, прыгали. За сертификатом на строительство детской площадки возле многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Закхеева, 3 в районе Красной Сопки, пришла Екатерина Земских. Площадок у нас там вообще нет, поэтому мы очень рады, что такой проект вообще у нас в городе появился, что у нас будет детская площадка, потому что детей у нас как везде много. По моему ребенку в декабре уже 4 будет, то есть мы уже большие. На районе у нас очень много детей, и есть и годовалые, есть и наши сверстники, и которые ходят уже в 5-6 класс. Поэтому мы, конечно, хотели бы, чтобы площадка была для разновозрастной категории. То есть могли бы и маленькие поиграться, карусельки, песочницы, и большие, позаниматься спортом, то есть какие-то тренажерные конструкции были. У маленьких жителей поселка Нагорного теперь тоже будет своя площадка. Мы очень рады, что нам предоставилась такая возможность поучаствовать в замечательном просто проекте. Мы просто были обязаны не упустить этот шанс. Почему? Потому что наш район достаточно отдаленный. И я бы не сказала, что нам не достается должного внимания. Но тем не менее, все жители просто ринулись, я бы сказала так, даже за победой, за детскую площадку, за то, чтобы дети наши были счастливы, довольны, чтобы им было, в конце концов, занять свое свободное время. А мы, как в свою очередь, взрослые, дедушки и бабушки, должны, я еще раз повторюсь, были обязаны не упустить этот шанс. И я, конечно, очень благодарю и говорю всем спасибо всем жителям, что те, кто отдавали голоса за наш участок. И мы, несомненно, рады, еще раз говорю спасибо данному проекту. Напомним, чтобы сделать Петропавловск комфортным для людей, Владимир Солодов дал старт проекту «Город для жизни», который приурочен к 280-летию краевой столицы.